У нас сегодня в гостях Игорь Джадан, философ, публицист, врач из Хайков, с той самой замечательной страймой, которую сейчас трясет Украина. А появился он в Питере по следующему поводу. Три дня в РХГ продолжалась конференция под названием «Психотехники и измененное состояние сознания», где был представлен наш совместный доклад по совместной работе, которую мы с ним с большими перерывами задумывали уже как года четыре назад. И, собственно, такая суть ее заключается, мы представляем как развернутый аргумент против психоаналитика философского подхода, который, по крайней мере, проглашает, что он является подходом строгим, со строгим языком. И вот, собственно, задача – это выработать язык, на котором более-менее строго можно говорить о сознании. Но поскольку конференция была посвящена измененным состояниям сознания, то это тем более важно – иметь представление о нормальном сознании, чтобы потом уже выяснять различные ненормальности. Я предлагаю более-менее заслушать с вопросами, но, возможно, естественно, вопросы на непонимание, но обсуждение перенести на следующую, после первой группе. Итак, господа, вашему вниманию предлагается формальная модель сознания и ее возможное использование для представления работы сознания в обычном и измененных состояниях. Доклад состоит из трех частей. Первая часть – пределы формализации в науке о сознании, где мы затронем вопросы также неполнотной теории сознания. Эта часть для того, чтобы было понятно, для чего вообще нужна другая формальная модель сознания. Вторая часть посвящена, собственно, модели сознания с использованием категории развлечения. И третья часть – это примеры возможного применения модели сознания, в том числе для исчисления субъективных вероятностей. Часть первая. В так называемой теории сознания, развиваемой аналитико-философским направлением, сознание человека обычно понимается как результат работы мозга, обладающего функцией мышления, и представляется в виде сменяющейся последовательности ментальных состояний. Принято считать, что ментальные состояния полностью детерминируются микрофизическим состоянием головного мозга по принципу супервентности, когда каждому микрофизическому состоянию соответствует не более одного ментального. К примеру, если в определенный момент времени микрофизическое и ментальное состояние одни, то в другой момент времени микрофизическое состояние может быть другим, а ментальное – все тем же, или опять же другим, если прошло достаточно времени. В итоге мышление представляется в виде цепочки статичных картинок, ментальных состояний, соответствующих цепочке микрофизических состояний головного мозга. Смотрим схему 1. Нижний уровень – это физические состояния, обусловленные, переходят одно в другое, согласно физическим законам. Уровень 2 – это ментальное состояние, которое также переходит одно в другое, но исключительно связанное каузальной связью с нижним уровнем, то есть определяются нижним уровнем. Верхний уровень не имеет собственного каузального значения. Это следствие физических состояний. Кардинальным вопросом является вопрос о пределах формализации науки осознания. Если для такой науки, как физика, считается возможным создание полной теории, так называемой теории всего, способной в принципе учесть все абсолютно имеющиеся факты и на основе них дать максимально точный прогноз будущего, хотя бы даже в форме волновой функции, но точного прогноза этой волновой функции, то для сознания вопрос остается открытым. Детерминисты или так называемые эпифеноменалисты утверждают, что ментальные состояния полностью определяются микрофизикой, как я уже сказал. Они находят аргументы для этого в достижениях нейрофизиологии, хотя последняя, разумеется, не является теорией, претендующей на полноту, каковой является физика. Разумеется, вы понимаете, что полная физическая теория еще не создана, но многие физики уже объявили, что она обязательно существует, как бы априори. Она еще не найдена. Физическая теория в смысле того, как устроено сознание? Полная физическая теория всего. Нет. Сознание не имеет всего абсолютно. На основании чего мы можем предсказать вообще любое явление, зная, так сказать, что в принципе человек и мозг состоит из физических частиц. Тут можно даже оставить в моем комментарии, что даже если такая теория будет создана, то взяв такой компактный большой объект, как мозг, применить ее и получить какие-то предсказания теоретические, может быть, крайне сложно из-за... Да, да, но вопрос философский касается предельного вот этого факта. Можно ли, так сказать, считать, что теория, она в принципе существует? Если она в принципе существует, то ее можно в принципе открыть. Если ее можно в принципе открыть, то можно ее использовать каким-то образом. Если она в принципе существует, то сознание не имеет собственного каузального значения. Продемонстрируем этот подход более, так сказать, строго. Допустим, что в некий момент времени имеет место микрофизическое и соответствующее ему ментальное состояние. Тогда, как видно на схеме 2, Согласно полной физической теории и выполнению принципа супервенности, через некоторое время микрофизическое состояние мозга субъекта должно быть предсказано теорией однозначно, хотя бы в виде волновой функции. Таким образом, имеется, допустим, два физических состояния F1 и F2, которым соответствует, или набор физических состояний, но в упрощенном виде, допустим, одно, будем считать его одним, которым соответствуют, соответственно, M1 и M2 ментальные состояния. Значит, фактически физическая теория, она детерминирует оба ментальных состояния. То есть, кроме физической теории, она вполне достаточна для того, чтобы предсказать все поведение человека и весь его внутренний мир. На первый взгляд, описана ситуация полностью предсказуемая и не содержит в себе ничего парадоксального. Действительно, микрофизическое состояние четко переходит друг к другу в соответствии с детерминистическим законом. Пускай даже и квантовым, но он все равно детерминистический и на уровне волновой функции. Также принцип супервентности выполняется. То есть, одному ментальному состоянию соответствует одно конкретное физическое. То есть, допустим, или набор один физических состояний. Не может быть такого, что ментальное состояние одно, а физическое состояние... Извините, вношу дополнение. Не может быть такого, что физическое состояние одно, а ему соответствуют два ментальных состояния. Поправка. Это и есть принцип супервентности. Таким образом, в стандартной модели не возникает никаких... Ментальные состояния не могут длиться? Нет, смысл вот в чем. Что если есть одно физическое состояние, то ему может быть соответствует только одно ментальное, не большее. Вот одно микрофизическое состояние может... Все микрочастицы имеют свою волновую функцию. А, то есть, оно может длиться, но просто это будет... Да, неважно. Состояние мозга физическое, это то, что понимают против физики. Оно может длиться или не длиться. Но не может быть такого, что оно одно, а ему могут соответствовать два ментальных. Если бы это было возможно, то тогда получилось бы, что у ментальных состояний имеется какая-то каузальная природа. Какие-то неучтенные факторы, которые не учитываются физической теорией. Понимаете? Если бы одному физическому... Дефуркации, то есть... Вот смотрите, если бы одному физическому состоянию могло соответствовать два ментальных, то получилось... Почему два? Значит, мы какие-то факторы не учли. А здесь мы учли все физические факторы. Значит, мы не учли какие-то нефизические. А, в развитии, да? Да, 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 конечно. Понимаете? Значит, мы чего-то не учли. А это противоречит вообще физико-листскому подходу, где каузальностью обладают только физические явления. Так называемый принцип каузальной замкнутости физического. Значит, причиной физического является только физическое. Извини, я добавлю. В эпифеомин анализме современного, типа Чалмерса, известное имя, считается, что, хотя материя воздействует на сознание, вот по этому принципу, но обратного хода нету. То есть, на самом деле, вот то, что человек думает, что он чего-то там решил и сделал, на самом деле, это его иллюзия. Потому что это с некоторой задержки, там электрончик на самом деле прибежал, вот, и человек пунктом, извините. Здесь нету вывода. Из того, что действительно каждому физическому состоянию соответствует одно ментальное, отсюда никакого вывода детерминизма нельзя делать. Нет, ну, это речь идет здесь. Я просто объясняю. Мы эту дискуссию перенесем. Вообще, говорю, даже здесь нарисованы две природы, как бы, следование, да, природа исследования психической, или ментальной, и природа исследования физической. И уже это говорит о том, что есть какая-то каузальность психическая, да? Уже это просто сам факт выделения двух цепочек, об этом говорит. Нет, 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 нет. Вот это дело, что ментальный уровень чисто эпифеномен. То есть, его может не быть, может быть. На каузальность это не влияет. Все проходит так же, как оно приходит. То есть, никаким физическим прибором в наличии или отсутствии... Я понимаю, а почему будет цепочка, я не одна? Так, в второй цепочке нет. Тебе кажется, что она есть. Ну, как ей, вот... Показано, что переход м1 в м2 осуществляется через этот уровень, но в согласии с физической теорией. То есть, то, что здесь нарисовано, это нужно понимать не то, что физическое м1 прямо, так сказать, каузально детерминирует м1, а то, что оно является само следствием f1, а м2 следствием f2. Понимаете? То есть, получается, что это эти два следствия одной или, так сказать, продолженной физической причины. То есть, психофизический дуализм вы решили тем способом, что просто все физическое? Это не решили. Сейчас... Это модель западного аналитического подхода, западного эпифеноменализма. Я позволил себе... Я еще буду, наверное, делать некие замечания, чтобы... Ну, да. Я просто объяснил, что такое эпифеноменализм. Значит, просто еще раз таковываю. f1, физическое состояние f1, здесь определяет и м1, и f1, и через f1, м2. То есть, никакой каузальности между м1 и м2, собственно, нет. Таким образом, вот такая модель сознания, которая называется эпифеноменализмская, сама по себе не подсказывает нам наличие никакой проблемы. Все исполняется, все четко, все хорошо. Но, оказаться, что в кавычках. Значит, сомнения возникают когда? Сомнения возникают при попытке моделирования объекта своего собственного состояния сознания. То есть, при попытке взгляда на это с позиции первого лица. Значит, почему вообще нужен этот взгляд от первого лица? Дело в том, что, если мы хотим описать сознание, мы хотим описать субъективный мир. Значит, описание со стороны третьего лица неадекватно. Потому что как третье лицо может быть что-то такое? Красный цвет, допустим, если он сам это не видел. В общем, есть многие, так сказать, трудности на этом пути. И необходимо описание от первого лица. Так вот, что получается при попытке описания от первого лица? Разберем это более подробно. Действительно, если расчет ведет сам субъект. Давайте перейдем к схеме третьей. Мы должны учитывать полученное субъектом знание о самом себе в качестве дополнительного факта его сознания. При учете этого факта, ментальное и микрофизическое состояние субъекта должны отличаться от прежних, образуя новый факт. Значит, имеется в виду вот что. Допустим, субъекту известно, исходя из знания им физической теории, теории всего, исходя из знания полного состояния его мозга, что физическое микросостояние его мозга через час перейдет из F1 в F2. А ментальное будет F2. Это некий факт, который становится ему известен. Он тоже должен быть учтен. Он тоже должен быть учтен, поскольку этот факт находится в его сознании. Значит, это уже будет не F1, а F2. F1, 2 штриха. Мы недоучили один факт. Нам всегда один факт, получается, мы всегда остались недоучтенными. И так далее. Еще повторю еще раз. Значит, дело вот в чем, что если мы ведем расчет от первого лица, то начальное состояние физическое F1 штрих, допустим, переводит, теория переводит в F2 штрих. Через некоторое время. А M1 штрих в M2 штриха. Но вот это все знание является неким новым фактом. Поэтому мы должны его учесть. Значит, вместе с этим новым фактом мы уже не можем говорить об F1 штрих. Мы должны говорить об F1, 2 штриха. Но дело в том, что F1 и F2 со штрихами, с двумя штрихами, это, собственно говоря, ведь не ментальные обстоятельства, это физическое положение тела. Согласен. А наше знание является лишь ментальным актом. То есть я хочу сказать, что наше знание не может входить в состав F1. Верно. Но по принципу супервенности, как вы помните, одному физическому состоянию не может соответствовать два ментальных. Значит, это должно быть два физических состояния. Понятно, нет? Нет. Ну, смотрите. Вы хотите начать расчет с M1 штрих. Все правильно. Значит, это должно быть не M1 штрих, а M1, 2 штриха. Ну, если наше сознание дополняется фактом F2 штриха, мы получили некое новое знание о самом себе, а именно о том, что наш мозг перейдет в F2 штриха и в M2 штриха. И, прошу прощения, F2 штрих, M2 штриха. Мы получили об этом знание. Это новое знание должно быть отражено здесь. Да. Согласны? Да. Пускай оно будет отражено здесь. Значит, это уже будет не M1 штрих, а M2 штриха. То есть мы должны отразить F2 штриха. Все, я понял. Естественно, что это будет F1 штриха по принципу супервентности. Потому что, если эти разные с одними с двумя штрихами, значит, и здесь должно быть разное. Иначе это противоречие принципу супервентности. Вот. Значит, здесь должно быть другое физическое, другое ментальное состояние. Далее, если, ну, сам по себе этот расчет, это уже факт, который тоже должен быть учтен сознанием. Только знание, это не является каким-то состоянием, да? Да, но факт изменяет ментальное состояние. Согласны? Если вы к ментальному своему состоянию добавляете еще новый факт, который вам не был известен до этого, вы его, так сказать, это меняет ментальное состояние? Меняет, конечно. Нет, значит, здесь должно быть другое ментальное состояние. То есть содержание ментального состояния меняет ментальное состояние, вы считаете? Если содержание сознания меняется, то меняется ментальное состояние. Это очевидно. Но это странно. Почему странно? Почему это означает? Означает, что, во-первых, рефлексия невозможна, во-вторых, в одну реку невозможно выйти дважды. И так далее. Значит, это означает вот что. Это означает, что мы пришли к невозможности конечным алгоритмам вычислить наше собственное состояние сознания через некоторое промежуток времени. Корректно и адекватно. Да нет, вообще изначально, возможно, нижние цепочки, она сама по себе... Она сама по себе... Бесконечный алгоритм, который мы должны... При всем при том, что все законы соблюдены и принципы соблюдены, получается бесконечный алгоритм, который мы не можем вычислить. Нет, просто у вас изначально позиция стоит в том, что есть нижняя цепочка, которая детерминирована. И отсюда возникает проблема. Если бы ее не было, если бы она была, разветвлялась бы, то такая проблема... Была, была. Речь идет о том, что есть такая теория, и мы сейчас вскрываем ее проблему. Это, собственно, и происходит, то, о чем ты говоришь. Нет, Милан, Влад, здесь не может быть две цепочки, поскольку это цепочка физических состояний мозга. Она строго переходит одну в другую. Если мы берем волновую функцию, то она строго... Волновая функция мозга строго переходит одна в другую. Здесь не может быть никаких двух заключений. Волнова эта строго переходит, но сами-то состояние ветвятся, как по вероятности. Нет, нет, подождите, подождите. Подождите. Либо воно здесь. Если мы берем опыт квантовый, то в одном составе... А здесь нет квантовых опытов. Волна развивается терменистически. Волна развивается терменистически. Но конкретно каждый электрон, который проделает опыт, например, на дифракционной решетке, он попадает в определенный уровень. А здесь нет никакой дифракционной решетки. Здесь его нету, но когда вы говорите, что это квантовое состояние мозга, тем не менее, мозг проходит какие-то реальные состояния, которые сопротивленные вероятности могут быть. Нет, давайте не будем спорить, потому что квантовая физика говорит о волновой функции. Волновая функция строго детерминист. Но сам факт применения к мозгу квантового опыта в какой-то теории... Так к чему угодно. Ну как к чему угодно? Мозг это не квантовая. Мы говорим о теории всего, она не может не быть квантовой. Но в любом случае она должна быть детерминистической. Квантовая или не квантовая. Физика должна быть детерминистическая. Если физика не детерминистическая, то мы каких-то факторов не учитываем. А можно вот такой вопрос? Он, собственно, касается непосредственно этого доказательства. А ведь если мы должны вот так вот, как вы выражаетесь, от первого лица подойти и воспроизвести этот расчет, то неправильно ли было бы воспроизвести и вот сам механизм этого расчета? То есть вот у меня есть состояние Ф1 физическое. Дальше я собираюсь произвести расчет. И, соответственно, когда я произвожу этот расчет и прихожу, на самом деле, к другому ментальному своему состоянию, получая этот факт новый. За это время, так сказать, в процессе этого действия, оно же не мгновенно, изменилось и мое физическое состояние. То есть может быть, как бы вот этот расчет, который сейчас предстает просто как моя воля, то есть я взял и рассчитал. Это просто некое, так сказать, опять же... Смотрите, я понимаю, что... То есть может быть, М2 штриха, оно должно быть не на месте М1 штриха, а на месте М2. А где-то здесь, или где-то... Ну вот нет, вот так. Где-то сдвинуто по времени. Буквально, да, буквально на месте М2 штриха. Смотрите, значит, ответ такой, что здесь речь не идет о скорости вычислений, здесь речь идет о постановке задачи. Можно ли эту задачу поставить так, чтобы она решалась каким-нибудь конечным алгоритмом? А ее нельзя решать конечным алгоритмом. Понимаете? Алгоритм изначально получается еще до всех расчетов. Алгоритм получается бесконечен. Еще до всех расчетов. Понимаете? Здесь не речь то, что можно там быстро или медленно. Здесь просто получается бесконечный алгоритм вычислений. Потому что мы не можем конечным алгоритмом описать эту функцию восполнения сознания. Есть рекурсия. Да, да, да. Действительно, которая идет в бесконечность. Потенциально бесконечность. И мы не можем. Мы можем ограничить и взять там N из этого. Но это не будет уже точный расчет. Это не будет расчет всего. Это будет явное приближение. Мы обрезаем бесконечность. Мы можем сделать это. А знаете, почему так получается? Потому что, опять же, у вас есть две цепочки, а не одна. И каждый раз вы говорите, что указывают на то, что у вас есть рекурсия, и говорят, что есть еще как-то вторая цепочка. Две цепочки чего? Ну, потому что, если была бы одна цепочка, никаких проблем и таких не было бы. А то, что существуют две цепочки, как бы одна система вложена в другую. И когда в одной системе что-то изменяется, вторая система тоже изменяется. Понимаете? Из-за того, что есть две цепочки, у вас есть никакие проблемы. Если у нас была одна система, никаких проблем и не было бы. То есть, если убрать... Ну, по-моему, еще раз напоминать, сознание сильно никакой проблемы нету но ведь это модель сознания здесь должно быть сознание виде чего-то понимать это эпифеноменалистическая модель сознания все-таки модель сознания вторую цепочку смысле м цепочку которую я смотрю как просто монитор на котором отображать что происходит на месте да можно рассматривать бесконечное число отражений в этом каждой точке происходит коллапс волновой функции не не он не происходит качество мозги вот александр он не происходит коллапс какой там коллапс коллапс при измерении физическим прибором из измерить да в каждой точке он хочет поверить точно какая там м1 вот мы нарисовали просто так да а вот очень убедиться что вот там есть вот без всяких коллапсов потому что мы обсуждаем проблему по основе задачи можно ли поставить корректно а если это монитор да да и тогда в мониторе вот здесь или здесь должно быть бесконечное количество отражений все правильно как же нет если бы если вы посмотрели в зеркало вот так вот Я смотрел, я просто вам объясняю. Там бесконечное количество отражений. Как монитор может повлиять на причину и цепочку физическую? Монитор только отражает то, что ему в этом направлении. А он не влияет. А он не влияет, значит есть другое причину. Здесь аргумент следующий. Конечно, монитор не влияет. Но когда в этом мониторе, вот здесь вот. Посылка-то какая? Я считаю, что одному физическому состоянию соответствует одно и только одно ментальное состояние. И если мое ментальное состояние, вот сейчас, да? Это я сейчас думаю. Я оцениваю вот свое как бы физическое состояние и понимаю свое ментальное состояние. И если мне известна теория, согласно которой я точно понимаю, в какое следующее состояние перейдет физика моя, то значит я понимаю, в какое состояние перейдет... На это возражение в чем состоится? Что продержание физическое состояние никак не влияет на физическую секунду. Секунду, секунду, секунду. Но дело-то в том, что физика еще не перешла. Все, что происходит, это то, что я понимаю. То есть, тихо, 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 вот, ты плохо слышал. И то, что я в этом ментальном состоянии все это понимаю, при том, что физика еще не изменилась. Почему ты считаешь, что физика не изменилась? Откуда этот посыл? Вот откуда этот тезис? Изменилась ментальность, а не изменилась физическая? Ты понял, сам расчет, он уже, так сказать, не другая цепочка, он уже должен быть в эволюции физического состояния упущен. Все правильно, но мы должны здесь учесть бесконечное множество фактов. F2', F3' и так далее. Мы должны сразу учесть, без всяких переходов. А мы сначала просто физику рассматриваем без всяких учетов. Скажем так, мы просто должны поставить задачу корректную. Правильно. И конечно. А ее невозможно посоветить. Он субъект, который что-то знает. Вот знает он или не знает, он все равно, по согласию нашему физикализму, как бы, это детерминировано. И то, что он знает о себе, это тоже есть детерминация этой же самой физики. И в этом нет никакой проблемы. Это не М1 штрих. Рефлексия не приводит к штриху. Она приводит к состоянию М3. И более того, даже если мы не можем... А если мы не можем... Даже если бесконечная рекурсия такая возникает, то это не значит, что модель не верна. То есть, вот, допустим... Нет, не значит. Это не значит, да? Нет, нет, нет. То есть, это не значит, что физическая модель не верна. Это значит, что модель сознания неадекватна. Почему? Нет, в том-то и дело. Вот, допустим, есть теория сильных взаимодействий. Там в основании есть лагеринжиан, который приводит к тому, что все взаимодействия, расчеты всех элементарных диаграмм приводят к расходящимся бесконечным рядам. Их невозможно, так сказать, вычислить. Нужно делать бесконечное количество поправок, и этого будет недостаточно. Вот. Это похожая ситуация. И даже мы там не приблизимся, да? Это даже не ассиротический исходящийся ряд. Так вот, это похожая ситуация. Да, есть рекурсия. Да, невозможно как бы ничего с этим сделать. Вот. И невозможно провернуть такую ситуацию от первого лица. Но это не значит, что сама теория не верна. Смотрите, смотрите. Какая теория? Значит, физическая теория здесь не ставится под сомнение. Ставится под сомнение адекватность теории сознания. Вопрос может ли от третьего лица? Ведь всегда научная теория, а ведь это физическая теория, ведь это научная. Нет, нет, нет. Здесь утверждение просто, из этого утверждается не полнота теории. Если идут расходящиеся ряды, значит, теория неполна. Значит, она не способна предсказывать... Это аналог, на самом деле, теория Магиуда здесь демонстрируется. Да, абсолютно точно. Да, но если проблема состоит в том, что вы как-то нечетко переходите от состояния ментального к содержанию этого состояния. Это разные вещи. К физическому содержанию. Нет, у кого мысль пришла какая-то мысль, и она поменяла состояние ментальное. Да, естественно. А вы могли бы еще раз повторить предыдущий аргумент, почему мы должны от первого лица? Да, все-таки. То есть, почему? Да, почему? Потому что сознание – это комплекс приватных ощущений, переживаний и так далее. То есть, доступных от первого лица. И есть на эту тему масса, так сказать, парадоксов и так далее. Например, развлечение красного. Ну, понятно. Как объяснить логически, что такое ощущение красного? Это самое главное, что это все выстраивается в определенной логике аналитико-философской, для которой характерно, во-первых, вот такого рода подход, да? И в то же время они, так сказать, с великой интенсивностью обсуждают проблему акварио на протяжении уже 30 или 40 лет. То есть, акварио. Вот то, что Игорь сказал, вот ощущение красного. Хорошо, ощущение красного. Но разве, если бы у нас была такая теория, которая способна переводить однозначным образом физическое состояние в ментальное состояние? То есть, фактически, вы здесь описываете следующее, что пространство физических состояний однозначно отображается в пространстве ментальных состояний. Вот есть такая функция отображения. И нет обратной функции отображения, что важно. Да, да. Вот, однозначно. Так вот, если такая функция есть, то даже со стороны третьего лица мы можем сказать, что какой красный цвет, такой красный или другой, или не красный, переживает в своем сознании некто, посторонний. В чем там проблема? Да, один переживает одно, другое, другое, но это связано с тем, что у них действительно разные физические состояния. Проблема в том, что... Или проверяемость? Что ощущение красного имеет вообще смысл какой-то только от первого лица. Это то, что невозможно физически как бы объяснить. Что такое ощущение красного с точки зрения физики? Именно ощущение красного. Мы сейчас уйдем. Не красный цвет, а замечание. Проблема квалия это вот такой остро обсуждаемый вопрос, может быть не сегодня, но вот лет там 10 еще назад. Вот люди только об этом говорят. Как понимают квалия различные представления. Качественные переживания, если допустим количественные... Я могу объяснить, что такое красное? Вот можно объяснить, что такое число, допустим количество, которое построено совершенно в другом принципе. Это совет под Сентавра привезет к нам в гости. И спрашивает меня, что такое красное? Я говорю, красное. Что такое красное? Ну как можно передать мои ощущения? Не для новой волны света, а вот это вот квалия ощущения. Поэтому это в принципе такое общее место, что описания третьего лица для описания сознания недостаточно. Значит, должна быть какая-то возможность описания от первого лица. Если мы теорию называем, нам это не существенно, от первого лица или от третьего лица? Это же теория. Теория чего? Сознание. А как мы можем продлить теорию и не иметь вот этого пространства ментальных состояний, которое будет в себя включать такие странные вещи, как качественные вот эти различия? То есть даже строя теорию от третьего лица, мы должны уже вот все эти... Нет, здесь хотят от первого лица построить. Проблема 3 состоит? Согласен, согласен. Давайте мы вернемся к регламенту. Сначала докладчик, а потом... Я могу только сделать, чтобы потом не забыть. Дело в том, что здесь та же самая проблема, что и с тем, что Бог, с одной стороны, все знает, предвидит, а с другой стороны, как бы... Да, может ли Бог поднять камень, который может создать? На самом деле, это... Может создать камень, который не сможет поднять? Да, здесь возникает такая же, по-моему, логическая проблема. Да, согласен, согласен. Да, но она возникает... Потому что, фактически, здесь проблема не теории, а просто вот в этой теории. Это мета-теории. Проблема мета-теории. То есть проблема возникает при мета-анализе. Чисто теоретически никаких проблем нет, все переходит четко. Но при метаанализе выясняется, что некоторых ситуаций эта теория не описывает, вот как я бы сказал. А значит, она не полна. Вот именно в очень похожем смысле на теорему Гёделя, где доказана неполнота арифметики. Вот некоторые ситуации, значит, нельзя сказать, это истинные или не истинные. То есть бесконечные алгоритмы, невычислимые... Чтобы было понятно, что это все было про Гёделя, это да, все. Таким образом, пришли к тому, что пришли. Невозможно поставить этот вопрос, эту задачу корректно и одновременно в формате конечных алгоритмов. Эта ситуация действительно аналогично известна к классическим парадоксам лжеца и бродобрея, которые также построены на том, что решение сводится к вычислению бесконечного или зацикленного алгоритма. Другими вариантами парадокса лжеца является известная теорема Гёделя о неполноте арифметики и парадокс Рассела о множествах. Ситуацию, описанную выше, можно считать вариантом парадокса лжеца для случая рефлексирующего сознания. Фактически, мы приходим к тезису о неполноте любой адекватной теории сознания, ведь любая теория сознания для того, чтобы быть адекватным, должна уметь производить описание от первого лица, коль скоро речь идет о теории, претендующей на описание субъективной реальности и приватных переживаний. Но полное описание от первого лица невозможно, как показано выше. Ответим, что этот тезис о неполноте любой теории сознания не нуждается в привлечении каких-либо сугубо математических результатов типа теоремы Гёделя и может быть обоснован, исходя из своих собственных предпосылок. Переходим к части 2. При обосновании неполноты теории сознания мы используем стандартную модель, в которой сознание представлено в виде цепочки ментальных состояний. Эти состояния являются сменяющими друг друга статическими, дномерными снимками сознания. Данная модель, на наш взгляд, имеет ряд существенных недостаток, кроме вышеизложенного. Во-первых, представление мера внутренних переживаний в качестве сменяющих картинок противоречит в неком образом интуиции, согласно которой сознание или душа классической философии представляет собой вечно движущееся нечто. В этом случае легко прийти к аналогу классической опории летящей стрелы, согласно которой летящая стрела в каждый момент времени покоится в соответствующей точке своей траектории, а значит покоится в принципе. Это я пересказываю логику Зенона. Этот классический парадокс разрешился с изобретением векторного исчисления, когда выяснилось, что стреле в каждой точке можно поставить в соответствии вектор скорости, обладающий величиной направлением. Таким образом, эта опория была решена. В рамках такой векторной модели движения. И парадокс там вот этот не возникал, поскольку в каждой точке все-таки есть нечто, что определяет движение. Следующим недостатком является, то есть вот эта статичность этих состояний мешает, поскольку наше сознание постоянно движется. А что значит состояние, ментальное состояние, если в принципе наше сознание не находится в каком-то статике. Следующим недостатком является то, что рассмотрение в модели сознания с ментальным состоянием ведется с позиции третьего лица, о чем я уже говорил, так как сознание это прежде всего феномен, доступный лишь первому лицу. Или в значительной мере лишь первому лицу. Неадекватность модели сознания третьего лица приводит к таким затруднениям, как неразличимость индивида и его философской зомби-копии. И как следствие к отрицанию сознания как значимой философской категории. Имеется ввиду, что в принципе можно считать, если нет у уровня 2 никакой каузальной значимости, мы его можем убрать, при этом физика останется та же, и зомби-копия человека будет полностью неотличима. Никакой физический прибор не отличит зомби-копию от человека с сознанием. Этот зомби будет также двигаться, также отвечать на все вопросы, также решать сложные уравнения, учиться в университете и так далее. При этом не переживая никаких проблем. Может, мы и ездили в копии, просто нам кажется, что у нас мы другие. Насчет вас я не могу ничего сказать, потому что это вопрос веры. Насчет себя я могу сказать, что путем интроспекции, что я доверяю своему опыту. Как раньше сказали об этом. Так, нам представляется... Позволь, я сделаю еще некоторые дополнения. В качестве третьего возможного недостатка мы видим то, что физикалистской модели используется естественным образом физическое понятие времени. А на этой основе любая теория, построенная с привлечением понятия времени, физического времени, она, так сказать, фактически будет физикалистской. Если пытаться строить некую теорию претендующую на некую обществу, мы совсем не отрицаем физическую теорию, да? Но если строить теорию претендующую на обществ, то, значит, нужно отказаться от понятия физического времени. Она может два времени ввести, внутреннее сознание и астрономическое. Да, можно, но хорошо бы, если бы это время появлялось естественным путем, а не вводилось вообще в какой-то дополнительной операции. И вот в дальнейшем безложении мы предложим вашего внимания именно механизм появления времени сознания, в самом сознании. Как это естественным образом появляется структура времени. Значит, нам представляется, что более адекватная модель сознания должна строиться на основе операторов, в которой субъективное сознание описывается оператором развлечения. В таком случае сознание — это упорядоченная структура операций и оператором развлечения. Сейчас я переведу на некий начало формального изложения. Сознание С — это пара ДС, где Д — содержание сознания, это совокупность развлечений Д1, Д2, ДИ, а С — структура сознания. Структура сознания — это, так сказать, упорядоченность развлечений в виде пар. Естественно, что могут выделяться и под структуры в этой полной структуре сознания. Рефлексивная сущность сознания обеспечивается возможностью применения операторов к самим операторам, то есть развлечения собственных развлечений. Это определяется отдельной аксиомой различимости и развлечения. То есть если ДИ — это развлечение, то потенциально существует развлечение ДН этого развлечения, различающее ДИ. Потенциально, то есть в виде возможности. Естественно, что не каждое развлечение обязательно развлечено, поскольку развлечение — это некий факт, это некое действие. Оно может быть совершено или не совершено. Уже из этого свойства модели без долгих доказательств становится ясна ее неполнота, принципиальная незавершенность, то есть свойства, которые мы доказывали в первой части. Ведь подобная модель не исключает, а наоборот, предполагает возможность появления потенциально бесконечных и кольцевых алгоритмов, цепочек различений. То есть цепочка развлечений в принципе не ограничена ничем. То есть потенциально она бесконечна. Понятно, что в реальном сознании это не происходит, но в принципе потенциальная бесконечность заложена уже в самой аксиоматике этой модели. Неполнота модели в общий случай означает, что модель может бесконечно выполняться новыми, ранее неизвестными истинными суждениями. В данном случае суждения мы рассматриваем не сами суждения, а развлечение суждений, то есть некий акт сознания, приводящий к развлечению того или другого суждения. Данный доклад представляет собой презентацию подхода по сравнению к подобной модели сознания. Неполнота, вы понимаете, в буквальном смысле, как неполнота, недостаточно чего-то, да? Только у Герда же неполнота не в этих смыслах понимается. Да, но у Герда там вообще есть неполнота в двух смыслах, кстати говоря, и он четко очень определяет неполноту именно формальной арифметики. Неполнота в смысле того, что нельзя составить и ряд аксион, и из этих аксионов увидеть все содержание системы. Потому что всегда было некое утверждение, которое не выводится из аксио. Вот это вот неполнота. Это никакая неполнота, о которой вы говорите, что в смысле недостаточно чего-то. Нет, смотрите, смотрите, у Гердель пользуется очень узким определением неполноты. Там у него, кстати, два определения, если вы почитаете, это не просто неполнота. Там она какая-то особая... Математическая неполнота, так в математике понимают, что состоит неполнота. Нет, нет, там именно не одно, а два определения неполноты, как и полноты. Там два разных определения, и они четко различаются. Он доказывает только один вид неполноты. Второй вид, оказывается, с точки зрения второго определения, Арифметика оказывается полной теорией. Это просто некая особенность математики. Эти определения достаточно четко обозначены. Но они относятся только к математическим структурам. То есть распространить определение Гёделя на неполноту вообще эмпирических теорий невозможно. Неполнота эмпирической теории мы понимаем как невозможность полностью описать все факты и все ситуации. Непротиворечиво. То же самое в теореме Гёделя. То есть вы считаете, что мир противоречив? То есть есть некоторые вещи, которые... Описание его не противоречиво. Описание может быть непротиворечиво, но оставаться некие факты, не описанные этой теорией. Крытый фактор всегда есть. Крытый фактор есть. Нет, вот некоторые факты, которые не могут быть описаны. Например, сейчас нет ни одной полной физической теории. То есть нет ни одной теории, которая может описать все абсолютно физические факты. Это факт просто. Но считается, как с чего мы начали разговор, считается, что такая теория в принципе существует, но еще не открыта. Иначе вся физика рушится. Иначе получается, что некоторые причины мы не можем учесть в принципе. То есть с точки зрения физики физическая теория должна быть полная. Иначе останутся неучченные причины. Оп, и там началось движение, откуда мы не знаем. Или оп, произошло некое событие, почему мы не знаем. Значит, в физике эта ситуация в принципе нетерпима. То есть физики стремятся создать такую теорию, где не будет расходимости, где все вычислимо. А значит, могут быть учтены в принципе все факты. Понятно, что все факты мы не можем технически учить, но важен сам принцип. Могут или не могут. Есть теория или нет. Так и здесь. То есть в отличие от физической теории, эта теория, она неполна в принципе. Второй признак ее неполноты. Это наличие различений, которые не имеют как бы своей причины внутри сознания. То есть ощущений. Ведь ощущения чем отличаются? Тем, что они не имеют своей собственной причины. Это не различения, а различения. Это различения чего-то вне сознания. Различения в модели от оператора, которые интерпретируются нами как и акт сознания, и как результат акта сознания. То есть понятие оператор в нашей модели отлично от использования в физике. Например, есть оператор измерения в квантовой физике, которые, как вы тут подсказывали, соответствуют коллапсу волновой функции и измерению. Там ясно, что есть измерение, есть некая функция, и он переводит один вид функции в другой. Здесь оператор и результат акта сознания, и сам акт сознания. Поскольку кроме этих операторов больше в сознании ничего нет. Согласно нашей теории, согласно этой модели. Другими словами, различение – это и существование, и сущее. Если иметь в виду внутренний субъективный мир. Да. Просто факт состоит в том, что даже если мы не различаем, различие есть. Вы это как бы там учитываете? Это как? Не различаю. Субъективно… Все равно это различие есть. Нет, мы это не рассмотрим. Это вопрос… Вопрос бессознательный, я вообще уже как-то молчу. Это вопрос… Потому что сознание – это все, что есть. Нет, так… Нет, сейчас мы дойдем до этого. Просто, когда мы говорим о сознании, да, мы… То есть мы отличаем сознание и осознание. Сознание – это сознание вообще. То есть это совокупность всех развлечений. Но не все развлечения могут быть различены активно. Осознанно. Некоторые остаются в подсознании. Вот это вот. Нет, даже не дело в подсознании, а просто человек не различает просто… Ну, по разным причинам. Не хочет, не видит, не… Верно, верно. Развлечения есть. И вот нет выясняется. Видит, но не осознает. Сегоночка, может быть, сложный механизм. И нужно подойти и выяснить, на каком этапе этого механизма, на каком этапе этого механизма, какой механизм развлечения не сработал, да? То есть у тебя может быть вообще атрофированные ощущения тактильные. То есть на микроуровне у тебя нет, не возникает ощущений, да? А может быть у тебя… Они возникают, да? Но у тебя сломано на следующем этапе, когда из этих ощущений возникает некий целостный образ, да? Нет, я-то имел в виду просто, что вы в сознании, как бы, вот, если там, придут структи к различию. Ну, там, через систему… К различению, не к различию. Потому что различие – это дифференс… Что такое против этого, на самом деле, это… Это уже до ряда различия. На самом деле, различение не является чем-то первичным, да? Потому что на самом деле есть нечто первичное, а различение – это вторичное. Всегда. Смотрите… Потому что различий не существует без чего-то, без бытия, на которого это различие основное. Но у нас субъективная теория. Бытие за пределами сознания… Ну, слово «выти» – это просто, чтобы понятно было. Хотя, где-то можно обсуждать. Я просто… Дискуссии, дальнейшие дискуссии, как бы, вот просто замещение только. Это чисто субъективное. Есть нечто до различия. А если есть, значит, сознанием можно опираться вот на… Вот выясняется, что то, что есть до различия, тоже можно называть развлечением. Если провести до долгую дискуссию… В субъективном смысле. В субъективном смысле, да. Да, давай переходи сразу же к этой… К третьей части, иначе это… Да, да. Мне тут важно, важно, что сказать… Это все можно обсудить потом будет. Нет, подождите, тут важно, что сказать. Таким образом, в сознании нет полностью одинаковых развлечений. Они отличаются либо по своему содержанию, либо по месту в структуре сознания. То есть, если я различил ваше лицо сегодня и через… И завтра, допустим, да, или сейчас, или через 10 минут. Это разное развлечение. Хотя я различил одно и то же. Содержание одинаковое моего развлечения. Но в структуре сознания это разное. То есть, то же самое всегда вторичное. То есть, нет ни одного одинакового развлечения. Оно либо раньше, либо… В структуре оно либо левее, либо правее. Но в деле это развлечение, а нет… Ну, это стандартное сейчас, как бы, в общее для философии место, что вот есть различие и максимум, что есть повторение, да? Да, такого удовольствия нет. Различение под структур сознания также возможно. Это отражено в аксиоматике. Такого рода развлечения ответственность за развлечение образов, символов и сложных мыслительных конструкций. Например, теории. Сознание в рамках нашей модели может строить и различные структуры, и различать структуры различений любой сложностью. То есть, в принципе, мы исходим из соображения, что нет предела, как бы, развитию человеческого сознания. И постепенно развиваться, он может как бы усложнять и усложнять свои представления. Опять же, маленькое замечание. Все различия из сознания или все различия из мира? Мы можем различать только развлечение, субъективно только развлечение. То есть, мы можем различать только то, что уже различено до всякого сознания? Субъективно, да. Но формально... Субъективно, к точке зрения, да. Предполагаемый внешний мир формально в модели отражаются вот этими самыми развлечениями, ощущениями. Которые дальше невозможно различить дальше. Они как бы являются недеримой величиной. Внешний мир мы различаем как некую гипотезу. Гипотеза внешнего мира. Вот есть некая данность, которая различена сама по себе безотносительно субъекта. А потом субъект, что смог в этой данности различить, то и стало его содержанием. Хотя сама по себе данность, она многообразно различена и без этого. Различает субъект, что-то не различает. Он вообще ничего не различает. Как варминец смотреть на мир и думать, что все весь бытие. Все. Вообще ничего не отличает. Но тем не менее, все эти различия остаются независимо от того, различает субъект или нет. Ты хочешь сказать, что восприятие и развлечение это разные вещи? Я тебе кажется, что сознание и развлечение разные вещи. Сознание и развлечение это вещи разные. Сознание это совокупность всех развлечений, а развлечение это элемент сознания. А что можно добавить еще к сознанию? Некое нечто, как бы, дура из всякого различения. Можно добавить, но потом в дискуссию добавим. Направленность в сознании, как мы уже все обсудили, исключительно субъективная. Различаются различения только они. В отличие от классических представлений о направленности сознания на предмет, под которым понимается внешнее подношение к сознанию объективной реальность, в данной модели различаются лишь различения. В то же время в модели допускаются различения, не являющиеся различением других различий. Ощущения и то, что можно было назвать спонтанными представлениями. Некие представления, которые возникли спонтанно, самопроизвольно. Различения, ошибочно воспринимаемые измененным сознанием в качестве ощущений, но на самом деле являющиеся галлюцинациями, можно было бы назвать спонтанными. По сути, они ощущениями не являются, конечно, хотя субъективно неотличимы, могут быть неотличимы от таковых. Таким образом, потоки ощущений в данной модели являются единственной связью сознания с внешним миром. Данная модель является, как видим, каузально не замкнутой. То есть в ней не исключены следствия, не имеющие в рамках данной модели собственных причин. Этим модель сознания отличается от любой физической модели. Дальше идем. Восполнением или предельным развлечением, а мы называем развлечением всех развлечений сознания. То есть... Дальше. Пределение. Вот оно. Таким образом... Почему оно может существовать? Потому что, если мы говорим о совокупности всех развлечений, если аксиматически устанавливаем постулат, что любая структура развлечений может быть различена, нет предела, так сказать, этой сложности, то, естественно, возможно и развлечение всех развлечений. То есть фактически развлечение всего сознания. Или мира. Ну, всего сознания. Мы о мире не говорим. Мы говорим о сознании. У нас модель сознания, а не мира. Значит, допустим, вот есть предельное развлечение А, да? В виде теоремы доказывается, что развлечение предельного развлечения также является предельным. В виде коротенькой теоремы. Вот она. Достаточно очевидная. Таким образом, поскольку различение предельного развлечения также является предельным, если понимать под ним то, что написано здесь, таким образом порождается линейно-упорядоченная структура предельных расселий. Еще нужно доказать, конечно, что она одна, но это доказывается достаточно просто. Что именно эта структура линейно-упорядоченных развлечений как бы одна. И носит она, напоминает немножко матрешку, когда пополнение сознания новым предельным развлечением приводит к построению новой матрешки, которая опять может быть расширена, так сказать, за счет предельного развлечения. Итак, естественным является эта структура. Она появляется не в результате введения каким-нибудь специальным образом, а как следствие неких простых фактов и аксиом. Исходя из этого, становится возможным толкование линейно-упорядочной структуры предельных развлечений как времени сознания. Действительно, мы можем к этой структуре привязать каждое сознание и определить его место в этой структуре. Если предельное развлечение различило другое развлечение, то место в субъективном времени такое-то. Если другое предельное развлечение различило а штрих, а два штриха, то... Предельное развлечение – это максимальное развлечение? Да. Теория неполна, а теперь вы замкнули. Нет, она все время пытается себя замкнуть, восполняется, и дальше нужно слово восполняться. Конечно, конечно. Она постоянно восполняется этими предельными развлечениями, конечно. А потенциально она бесконечно восполняется. Она не может быть полной, здесь никак. Значит, можно говорить... После этого можно говорить, что различениям присущи свойства локальности, то есть определенности во времени сознания. То есть мы эти различения можем всегда поставить вот в ранг этой структуры. Но вопрос встает, значит, в силе различения различаются этими... развлечениям а то есть что все таки вопреки всему нет ли каких-то развлечений которые не различаются и которые можем можно было бы трактовать как подсознание или подсознание вот это сложный вопрос который может быть мы оставим на дискуссию значит локальность развлечений таким образом может быть не абсолютно все таки есть некие различения которые выпадают из этой так сказать из этой структуры оставаясь развлечения значит фактически вот это осевое время формирует структуру я сознание в виде структуры актуальных сохранения сохраненных в памяти развлечений то есть именно на основании наличие этой структуры развлечения самого себя сознание может локализовать свои воспоминания во времени привязать к этим развлечениям предельным а штрих а два штриха и так далее некие свои воспоминания той или иной глубины модель сознания обладает способностью к тому что можно было назвать динамическим расширением по ходу развертки собственного времени сознания в частности поскольку постулатом данной модели является возможность развлечения любого развлечения и развлечения самой модели возможно модель сознания может включить в себя развлечение и самой модели сознания то есть как бы ведь модель сознания любая теория физическая теория с нами так далее также может существовать в виде развлечения в сознании мы осознаем модель сознания таким образом в тот момент когда мы начали понимать эту модель сознания мы как бы расширили свое сознание также но это так сказать материал для дискуссии насколько это содержание содержание теории вот теория сознания итак вкратце переходим к части 3 3 возможным приложением и интерпретация модели так обращаю внимание следующее если возможно в нашей модели выделить какую-то ее основную особенность то очевидно это будет отраженная в модели способность сознания к различению множественности то есть структуры до целого то есть способность синтеза развлечений структур развлечений в виде образов и символов и в общем в виде некоторых целостностей в частном случае это предельное различение модели или восполнение сознания до себя же на нового поскольку только это и делает сознание сознанием а не произвольным набором развлечений но если так то основные проблемы и болезни сознания должны быть связаны именно с этой особенностью и в рамках представления классического психоанализа выделяют две основные группы психических расстройств неврозы и психозы в первой группе относятся традиционно состояния не сопровождающиеся расстройства памяти восприятия мышления невротичные индивиды нередко наоборот высказывают повышенные способности к образному мышлению причем при сохранении аналитических способностей для психозов же характерно замыкание пациента на самом себе и нарушение речи и логического мышления утрата критических способностей то есть поражение именно способность в болезни сознания они относятся к болезни психики что сознание как отражающие процессы происходящие в киеве просто пиксирует его просто не к тому что относятся я не уж относятся они они влияют на создать подсознательного вас как бы в бейс как звучит что психические болезни это болезнь сознания. Они влияют на состояние, они влияют, да. Или все-таки как бы есть некая болезнь тела, а просто сознание в том числе тоже отражается. Это более сильное утверждение, есть или нет болезнь тела, которая утверждается. Мы высказываем более слабое логическое утверждение, что эти болезни влияют на сознание. И вот мы смотрим, как они могут влиять. Вот в частности, мы механизмов этого влияния не исследуем. В частности, неврозы не интерпретируются в рамках нашей модели, как следствие гипертрофированной способностью к синтезу образов, в результате чего появляются неуемные фантазии и разгул воображения. То есть невроз это следствие избыточной генерации развлечений целых групп развлечений, когда эти развлечения вступают в невротический конфликт друг с другом. Как следствие, появляется непосредственность мышления действий, при этом возможна деформация связи фантазии с реальностью. Если воображаемое становится предпочтительнее реальности, то оно подавляет и заменяет реальность. Вы сами сказали, описываете болезни, а не пытаетесь ее объяснить. Болезнь так описывается. Вот есть причины. Да, описываем. Но мы, конечно, это когда. Я поясню логику. Логика следующая. Вот в модели выясняется нечто главное, да? Основной механизм, да? Потом делаю с утверждением, что основные болезни осознания должны быть связаны с этим механизмом. Ну, логика верна? Нет, логика может быть верна, но феноменология показывает, что это не так. Берем вашу теорию и проверяем. Так болезнь связана с развлечением? Да нет. Нет, смотрите, смотрите. Феноменология... Еще раз, еще раз. Принутующий доклад, да? Различие феноменологии и логики. Логика ваша верна, а феноменологии нет. Нет, именно феноменология ведена. Феноменология. Я должен тебе сказать, что вообще дозайн-анализ, он однозначно ложится слово в слово. Вот ничего нового, дозайн-анализ, никаких новых особенностей, нюансов там, да? Не, ну вы, как бы, действительно, в каком-то смысле просто применили на сознание теорию, исходя из простого факта, что есть развлечение, да, и она основа любого творчества, да? То есть развлечение первичное, как бы, и лежит в основном веселое. Так интересно посмотреть, что из этого получится на всех фронтах до конца Булата. Конечно. Я согласен, согласен. Смотрим, что получается. В частности, если предположить, что есть психические болезни, как они могут... Да. Как логически их можно исполковать? Так вот, я персонально для Булата хочу подчеркнуть логику. Она следующая. Строится модель сознания. В модели сознания выявляется какой-то основной механизм, основная особенность. И спрашивают, есть ли вот эта основная особенность, да, вот этой модели сознания, то не связаны ли с этим механизмом основные болезни? Обращаемся там к психологии, ну, в частности, к психоанализу. И видим, что, допустим, Акан делит все болезни там на психозы, неврозы, но у него еще перверсии. Но неврозы и психозы там со времен Фрейга, до современных феноменологов, это основное. Смотрим, как связаны неврозы и психозы вот с нашим механизмом. Легко они объясняются. Сто процентно. Ну, девяносто процентно, можно сказать, если предположить, что неврозы это избыток, а психоз это недостаток. Все. То есть, или механизм работает очень хорошо. Простота подозрительная. Простота. Ну, как всегда, простота подозрительная. Да, так это же красиво, прибегает. Нет, я только вот упустил. Избыток и недостаток чему? Различия. Ну, грубо говоря, образного мышления. Не просто различия, а такого различия, которое ведет к различию целого. К различию, результатом чего является целостный образ. Слово и так далее. Если много, то начинается... Ну, вот, например, одним из невротических конфликтов является конфликт представлений. Вот невротик не может, как бы, совместить два разных представления, допустим, о своей матери. А вроде как бы есть, наоборот, представление, что есть некая бессознательная, которая давит, есть какое-то моё... Ну, есть разных других теорий. Мы смотрим в рамках вот этой теории, что получается. И монент. А конечно, именно Лакан ссылается. Ну, и что, они ссылаются на понятия, и их объясняют в своей теории. Вот есть... Лакан, это как феноменолог, условно говоря. Вот он обнаружил, что фактически есть два типа болезней. Вот. Мы берём этот материал как задумывается. Идём дальше, да. Значит, подчеркнём, что сохранность критики – кардинальный признак дифференцирующей неврозы и психозы. То есть, сохранность способности к развлечению и даже гипертрофированная, может быть, способность – это признак как раз невротической психики, невротического сознания. В случае психозов, согласно нашей модели, имеет место обратное. Проявляется дефицит такого рода различительной способности, как восполнение. То есть, психотик испытывает трудности с символизацией, со схватыванием целого. У него затруднено обновление картины мира, поэтому он часто выпадает из реальности. Он, по крайней мере, в психотическом состоянии. С трудом формируются и различаются образы. Формирует так называемая агнозия. А поскольку узнающий смысл вытекает лишь из целостности, то и неизбежно трудности встречи, особенно с логическими суждениями. Отсюда паралогизмы и иные нарушения логического мышления, потеря критики. Это именно характерно для шизофрении. Когда больные не осознают неадекватность своих мыслей и поступков. Активности психозов соответствует измененное состояние сознания, когда индивид не в состоянии провести различия между фантазией и реальностью. Это так называемые галлюцинации, делирии. И это тоже объяснило в рамках нашей модели, естественно, через дефицит различительной способности. У нас такие причины в сознании есть, в отличие от предыдущей модели? Смотрите, мы описываем механизмы. Причины нейрофизиологического свойства мы не рассматриваем, сознательно не рассматриваем. Мы рассматриваем лишь механизмы, коррелирует это с какими-то изменениями в модели или не коррелирует. Мы считаем, что хорошо коррелирует и хорошо объясняется. Нет, нет, нет. А вот разве переход от полного различения А к полному различению H3, который включает в себя различение, разве это не есть некая причинно-следственная цепочка, которая выстраивается? Это же необходимый переход своего рода. То есть, если есть различение А, следующим шагом обязательно надо отличить это полное различение А от того, что... Да, но только в том случае, если есть такая способность. Потому что мы предполагаем, что у животных, например, такой способность в такой мере выраженной, так сказать, к саморазвлечению своего собственного сознания нет. И даже в какие-то примитивные культуры, допустим, маленькие дети не различают собственного, не отличают, не выделяют его. Но у вас просто получается, что есть вот эта логическая последовательность, которая и есть, ну, как причинно-следственная связь. Есть возможность такого различения. А как оно, чтобы оно происходило, здесь нужно еще что-то. Здесь некие механизмы нейронные, какие-то дополнительные механизмы. То есть, возможность здесь есть, обязательно. Есть. Есть. То есть, почему, возможно, здесь, потому что модель такой струны. Когда это происходит, да? Когда это уже происходит, да? АА переходит в «а», переходит в «а» в «а» в «а» и так далее. Что здесь является причиной? У, ну, с вашей точки зрения, да? Для neuronной или АА является причиной «а»? Логическая необходимость. Логическая необходимость. Необходимость сознание порождает все. У нас причины только вне сознания. Нет такого утверждения. Это модель не рассматривается. Мы просто достаточно скромные люди, чтобы утверждать, что мы строим модель мироздания. Мы не строим модель всего, мы строим модель сознания. Обычная просто стандартная процедура методологии. Для того, чтобы определить предмет, его надо отличить от чего-то другого. Нельзя строить модель сознания, не сопоставив рядом с ним чего-то другого. Вне сознания, есть ли у него границы и прочее. А физика? Физика тотальная наука. Если есть модель квантовой физики, то это все включается. Она тотальная наука. Саму постановку вопроса о том, что такое физика. Надо просто весь мир рассматривать. Уже осматривать только сознание. Мы должны сказать, чему сознание отличается от того, что нет. Мы же не отрицаем, что нет мировой души иск. Нет, это же вопрос толкования нашей модели. Внутри модели этого нет. Мы сейчас оттуда уйдем. Так, слушайте. Дайте за что-то, чтобы завершить доклад. Да. Дайте за что-то, чтобы завершить доклад. Потом перерыв, а потом все. Идите к обсуждению. Да. Тут еще кое-что буквально один абзац. Например, одной из важных сторон мышления является субъективная оценка вероятности. Предложенная вашему вниманию модель сознания открывает возможность оценивать субъективную вероятность не только для индивидов в нормальном состоянии сознания, но и в различных измененных состояниях. Более того, она позволяет по-новому сформулировать спорные логические задачи, такие как известный парадокс «Спящая красавица». Собственно, интерпретация субъективной вероятности становится более четкой в рамках нашей модели. Под ней понимается прямое следствие наличия либо отсутствие соответствующих различений между суждениями. Подводя итог, следует сказать, что данная модель сознания, несмотря на то, что она находится в самом начале своего развития, позволяет продвинуться в понимании природы различных аспектов сознания от субъективного времени и субъективной вероятности до объяснения различных психотических расстройств. Что касается изложения вот этой теории вероятности, как бы, с точки зрения нашей теории, то это отдельный, то есть это, как скажете, может это сделать сейчас или после перерыва, если будет интерес. Это отдельное, это нужно писать на доске, объяснять и так далее. Вот, в принципе, я закончил.